Всем доброе утро! У нас уже почти полдвенадцатого. На улице вот такая красота. Я даже не могу посмотреть, потому что так слепит солнце. Ужас какой-то. Ой, что-то у меня сегодня... Не знаю, с голосом такое, знаете, как будто подорванное. Тяжело говорить. Там тучи ползут, то дождь идет, все мокрое, то солнце. Непонятно, что делать. Там тоже все затянуто. Мы уже все пообедали. Только что Таешка легла спать. Сейчас как раз засыпает. Я вот думаю, 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 выходить ли мне на улицу. Потому что тучи там, конечно, то ползут, то ползают, так сказать. Но, не знаю, я так хочу погулять, знаете, именно просто выйти, походить, что-нибудь посмотреть. Не знаю, хочу себе посмотреть сумочку через плечо. Ой, то есть на плечо, через плечо. Потому что за все два года, что я пользуюсь коляской... Ужас, что у меня сегодня с голосом? Кошмар. А за все эти два года, что пользуюсь коляской, я сумку носила только через плечо. Знаете, маленькую для телефона, там для ключей, для карточки, ну или какой-то мелочи. А все большое, объемное, я складывала в коляску. Это было очень удобно. И многие мамочки, которые катают еще коляску, я думаю, я не одна такая. Все так делают. И согласятся со мной, что сумка, она вообще ни к чему. Лишний, так сказать, груз и неудобство. Но, так как я сейчас не хочу больше пользоваться коляской... Ой, кошмар. Я не знаю, что у меня с голосом. Коляска может, может быть, будет какие-то, знаете, прям крайние, там, какие-то моменты редкие. И то вряд ли. Мне кажется, нам легче пропустить дневной сон и поехать куда-то без коляски. Но продавать и отдавать я ее не буду. Оставим пока ее себе еще, но... Может быть, летом она пригодится, не знаю. Хочу себе посмотреть сумку какую-то. Не знаю даже куда поехать, чтобы куда-то, знаете, недалеко от дома. Хочу сумочку. Хочу сумочку. Потому что, когда я уже была беременна, я понимала, что эти большие сумки уже не для меня. Я тогда отдала две сумки свои. У меня их было две. Думаю, зачем они мне два года будут лежать, пылиться. Но я отдала. И все, теперь нужна новая. Так что, не знаю, надо сейчас быстренько переодеться. Ну, так лень. И идти что-то смотреть. Надо еще в магазин зайти. Купить на бутерброды старшие что-нибудь. И, кстати, мне надо сегодня составить список продуктов на неделю. С завтрашнего дня я хочу, знаете, как-то уменьшить свои траты. И пора экономить. Потому что вот-вот мы должны будем съехать уже в платное жилье, так сказать. Мне придется платить гораздо больше, чем я здесь плачу. Естественно, расходы будут очень сильно увеличены. Поэтому надо составлять списки и учиться экономить. Вот так вот. Ладно, пойду я одеваться и беру вас с собой. Девчонки ушли гулять. И я решила, что я хочу сегодня постирать коляску. Видите, она очень сильно быстро пачкается. Из-за того, что цвет такой, знаете, серый. Видно эти все пятна. Все, хочу постирать, сложить ее и пускай на черный день стоит. Но мне кажется почему-то, что она нам больше никогда не пригодится. Я надеюсь на это. Потому что не хочу. Все, больше не хочу. Так, у меня есть вот такие рукавички из эко-кожи. Надо их тоже постирать. Рукавички буду продавать. Они нам больше не нужны. Тут, смотрите, Миланина картина стоит. Она рисовала, рисовала. Говорит, что-то у нее не получилось. Она решила помыть. Не знаю, мне казалось, что такие вещи не моются. Но ладно. Кстати, очень красиво получилось. Смотрите. После мытья. Не знаю, зачем она мыла. Я не видела просто, что было до этого. Ну ладно, посмотрим. Кстати, когда она дорисует, я надеюсь, я смогу показать, если она разрешит. Ладно, буду мыть. И на балкон отправлять. Фух, коляску помыла. До вечера она так постоит. Все стечет. Вот, вода вся уйдет лишняя. И отправиться у меня на балкон. Дальше буду там досушиваться уже, пока не высохнет. Фух. Я вся промокла, залила весь пол. Кошмар. Так что все, пускай стоит. А я сейчас хочу, знаете, что сделать? Так, сейчас выключу музыку, чтобы мне не заблокировали видео. И мне пришла посылочка. Ой, падает, везде все лежит. Так, сейчас вам покажу. Там пришли до Яшкиной заколочки. Села на детский стульчик. Так, потому что больше некуда. Везде вещи лежат. Все некрасиво так. Так. Ой, как они упакованы. Смотрите, в такой пакетик. Так. Вау. Так, тут у нас... Смотрите, какая красота. Круто. Блин, вот эта штука по лицу у меня. Супер. Вообще, ну, для Даяны это будет очень большие. Мне казалось, они маленькие. Да, они такие, знаете, довольно-таки крепкие, качественные. Я их Милане отдам. Вау. Вообще, смотрите, как красиво. Крутяк. Так, это как заколка. Ну-ка, давайте я попробую сама себе одеть. Ух ты. Во, сидит. Очень хорошо. Застегивается тоже хорошо. Такая вот, с этой стороны такая. А тут, знаете, такая, типа, как мягкая пластмасса такая. Но не совсем и мягкая. Блин, мне очень-очень нравится. Давайте попробуем. Нет, цепляет очень хорошо. Я очень довольна. Мне кажется, Милане должна понравиться. Как вы думаете. Ссылочку на заколки оставлю в описании под видео. Решила я до Яшкина украшения перебрать. Это все, что у нас есть. Ну, может быть, плюс-минус пару там резиночек, заколочек. Где-то еще по квартире валяется. Но хочу еще убрать что-то, потому что у нас тут остались держатели от сосок. Хотя сосками мы уже давным-давно не пользуемся. До месяцев трех-четырех мы пользовались. И потом она уже начала сосать пальчик. Это я уберу. У меня есть тут, смотрите, такой вот свинявчик. Мы его одевали, когда первый раз прикорм пробовали. Мне он очень нравится. Я так не хочу с ним расставаться. Но, знаете, я понимаю, что нет смысла его годами держать. Можно просто сфоткать на память и распечатать фотографию, например. Посмотрим. Подумаю еще. Пускай полежит. Потом, если доберусь до фоток, сфоткаю и будет мне фотография. Тут у нас очки. Правда, это Миланина. Но Даяшка их себе берет иногда и носит. Так, вот эти, наверное, тоже. Наверное, уберу. Я даже не знаю, будет она носить такое, не будет. Такие косыночки. Не знаю, даже не знаю. Как вы думаете, до какого возраста примерно девочке вот такое носит. Ладно, вот эту я оставлю. Она такая, знаете, нейтральная. Хотя, опять же, не уверена. А эти, мне кажется, больше для девочек, которые совсем маленькие. У нас еще где-то были. Но надо посмотреть где-то. Так, ободочки. Тут все такие красные резиночки, которые я недавно показывала. Тут, знаете, такие маленькие. В основном, типа, по-быстренькому взять, чтобы хвостик сделать. Тут у нас заколки разные. Железные. Тут заколки мягкие. Ну и фокус. Тут браслеты, ожерелья разные. Тут вот такие вот бантики. Короче, тут резиночки со всякими зверятами. Фруктиками. Еще бантики разные. Ой, кстати, вот же еще. Маленький бодик, который она носила в месяц. Такая малютка вообще. Обалдеть. Пока что оставлю. Он мне так нравится, так нравится. Не могу с ним расстаться. И вот такая штучка. Очень красивая. Тоже на голову одевается. Мы ее одевали на 6 месяцев, когда фотографировались. Если найду фоточку, ставлю, покажу. В любом случае, эти убираются. А насчет этих резиночек, как их, косыночки, я еще подумала. Так что больше заказывать и покупать ничего не буду. Пока не сносим хотя бы половину. Даяшка опять разбавляет семейный бюджет. Да, Даяна? Скажи, куда же нам его девать? В раковину, в раковину. В канализацию. Пока Даяшка играется, я решила сварить брокколи. Все, что осталось. Знаете, вдруг Даяна захочет. Она очень, потому что любит овощи. Вареные, сырые. Я решила, что сварю ей. Так как у нас сегодня на ужин блины, дома нет вообще ничего. Ни мяса, ни рыбы, ни нечем кормить детей. Поэтому решила, что будут у нас сегодня блины. Ой. Что мне с этим горлом сегодня вообще не пойму, что. Блины у нас крайне редко на ужин. Мне кажется, даже на ужин у нас их не бывает. В основном на завтрак. Ну или на полдник. А тут такие обстоятельства, так сказать. Поэтому жарю их на ужин. Так, мне неудобно. Все, перевернула. Ну ничего, зато тут им на два дня. Завтра они утром позавтракают. И, может быть, послезавтра хватит еще. Все? Выключать? Ну не дергай ты этот кран. Выключать? Да. Все, больше не будешь играть? Чуть-чуть еще? Ну поиграй. Так что вот так вот брокколи. Надеюсь, успеет свариться, пока она не захочет блины. Блины делаю на... Ааа, обожглась. На глаз нету никакого рецепта. Просто вот такое вот тесто жидкое. Сахар, белая мука. Яйца, молоко. Ой, много масла. Вот так вот. Все, буду жарить. Будем уже садиться ужинать. Пока-пока. Все, будем с вами сегодня прощаться. Так что всем пока-пока. 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 Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...